Сегодня в России отмечается День авиации войск противовоздушной обороны. В преддверии профессионального праздника наша съемочная группа побывала на военном аэродроме Саваслийка, где проходили полеты истребителей МиГ-31. О тех, кому небо – родной дом, в сюжете Анастасии Беловой. Сами пилоты о своей службе говорят, что это непрерывная учеба. Со дня поступления в летное училище и до выхода – на заслуженный отдых. Полет на истребители на высоте 20 километров и даже выше – неувеселительная прогулка. Здесь от знаний и навыков зависит жизнь. Поэтому к вылетам летчики готовятся на таких авиатренажерах. На тренажере максимально приближено к условиям на воздушном суде. То есть все, что летчик выполняет на тренажере, те же самые задачи он выполняет на воздушном суде. Ильдар Ганисламов – штурман или второй пилот. В его задачи входит навигация и выполнение боевых задач. Например, перехват вражеского снаряда. Экипаж МиГ-31 – это всегда два пилота. Даже в экстренной ситуации в одиночку в небо нельзя. Тем более, что порой штурман может взять на себя управление воздушным судном. В случае каких-либо отказов, либо когда летчик, скажем так, на длительные перелеты устал и просит взять ручку на себя. Станислав Куслиев – тоже штурман. Ему 28 лет. Девять из них летает. Сейчас вместе с другими летчиками он проходит обязательный инструктаж перед полетом. Станислава, как и многих коллег по цеху, привела в эту профессию детская мечта. Эффект полета, соответственно, мне нравятся перегрузки, ощущения перегрузок. Ну и после полета, так сказать, эффект достигнутого результата. Потому что каждый полет подразумевает какие-то элементы, новые, не новые, закрепленные. Вот, грубо говоря, когда выполняется, все получается идеально. Получается, что это удовольствие. Как пройдет полет, зависит от множества факторов. Например, скопление птиц в районе аэродрома, а также метеорологические условия. К счастью, сейчас погода, что ни на есть летная. После проверки самолета экипаж занимает свои места. Перед вылетом двухминутный прогрев двигателя. Затем самолет выруливает в взлетной полосе. Теперь истребитель набирает обороты для взлета. Разбег около километра. За считанные секунды 22-тонный МиГ-31 взмывает воздух. Полеты длятся около часа. За это время каждый экипаж выполняет определенное задание. Например, подняться в стратосферу, где скорость истребителя достигает 3000 км в час. Управлять и тем более посадить такую машину могут лишь асы. Константин Сафронов – один из лучших пилотов. В небе более 30 лет. Полет прошел согласно поставленной задаче, согласно плановой таблице полетов, согласно разработанной задаче. Мы выполним перехват воздушной цели, отработаны тактические приемы. Первым делом – самолеты и безопасность воздушного пространства. Пилоты 31-х МиГов в любой момент готовы выполнить боевую задачу и прикрыть небо, чтобы здесь, на земле, оно всегда оставалось мирным. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.